давайте по порядку к базе данных придем итак мы говорим про задачу про алгоритм abd в котором нам нужно было реплицировать ячейку памяти ну или целый диапазон ячей к памяти вот и вы должны были эту задачу решить ну по крайней мере используя логические часы чтобы решить задачу используя логические часы никакого ума не надо это позорное решение если вы им ограничились то никуда не годится нужно продолжать потому что это был первый пункт чтобы просто освоиться с фреймворком чтобы там написать но скопировать кусок еще один вставить его ну и по возможности все это организовали две функции конечно если у вас рпс-кол повторяется в программе больше чем два раза то вы ошиблись где-то что-то где-то вы пошли не туда кроме того еще один простой критерий как понять что вы пошли не туда у вас в структуре write timestamp по-прежнему одно поле вот если у вас там одно поле то как бы задумайтесь зачем вообще структура нужно для того чтобы объявить один там 64-битный int вот убедитесь что все упорядочивание в вашем коде выполняется ну то есть у вас есть только write timestamp с оператором меньше ну или какими-то там другими операторами сравнения и вы сравниваете только эти timestamp потому что ну в конце концов весь ордеринг в алгоритме то есть упорядочивание всех операций выполняется только по timestampом если вы где-то сравниваете timestamp а потом еще что-нибудь то задумайтесь что вы делаете что-то странное потому что сравнение должно быть только на timestamp вот если вы делаете так то изменитесь срочно и перепишите свой код чтобы там осталось только один простой оператор меньше это понятно ведь да ты опоздал ничего не поделать что сравнивает только write timestamp и и вот упорядочивание записи не должно это расплываться размазываться по коду ну и видимо одного таймстэмп в структуре write timestamp одного поля 64 гидного мало потому что но вы так не сможете гарантировать разумным образом его уникальность вам нужно еще что-то но для уникальности у вас генератор гуидов есть у вас есть айди узла и там можно с разной степенью аккуратности все это сделать ну понятно вот на всякий случай конечно неправильно держать локальный счетчик и брать айди узла потому что если узел перезагрузится у него будет тот же самый айди но в общем лучше что смотри дело не в том что нельзя использовать ты можешь получить корректное решение сравнивая еще и велию но это же просто ну как бы нарушает декомпозицию у тебя про орд у тебя так упорядочивание операции через timestamp происходят ну логика алгоритма такова что там выбирается timestamp ровно для упорядочивания если тебе их мало то видимо ты как-то но в свою ментальную модель в коде не выразил для алгоритма сами значения это просто какие-то байты они не используются при упорядочивании при упорядочивании используются timestamp ты не знаешь можешь хэш от значения брать в рай там стенка вот ну то есть главное чтобы мне кажется что хорошо когда в программе вот все упорядочивание заключено вот в одном таком объекте и вот из мощный оператора сравнение понимаешь и в коде сравниваются только поля timestamp вот о чем была моя мысль ну а теперь про интересное решение про true time ну это чтобы она прям очень драматически все усложняет но все же все же там есть на чем можно попасться итак у вас есть сервис true time у которого есть в первую очередь один единственный вызов на у который возвращает вам интервал орлист лейтост такое что время вызова этой функции попадает в этот интервал это единственная гарантия которая у нас есть гарантия что этот интервал какой-то очень маленький или как-то он там не знаю монотонные тому правая и левая граница вот таких гарантии сервис не дает пользоваться ими не нужно смысл этого сервиса в том что вызов на у это локальное действие она не требует коммуникации по сети и задача этого true time а позволять помогать узлам выбирать глобально монотонные таймстэмпы что у нас геораспределенная система у находятся друг от друга далеко и вместо того чтобы устраивать логические часы которые требуют лишнего раунда коммуникации мы собираемся выбрать временные метки так чтобы с одной стороны если у нас есть две записи которые во времени не пересекаются то таймстэмп первой записи был меньше чем таймстэмп второй записи потому что мы потом на этих мы упорядочивали в лениализации эти записи по таймстэмпам вот а с другой стороны во первых мы их на то он должны выбрать а во вторых мы должны сделать это по возможности не устраивая лишней коммуникации потому что она дорогая вот трутаем у нас локальный вот трутаем используют коммуникацию но он как бы там узлы коммуницирует ставим мастерами внутри dc а синхронно относительно вызовов на у но еще через спутники gps в конце концов со всеми другими общаются то есть можно что коммуникации между ними есть она просто как бы наполовину в космосе происходит ну и относительно вызвана осинхронно поэтому мы за нее в своих запросах не платим мы пользуемся только тем что нам вот дают такой интервал ну и задача выбрать эти таймстэмпы монотонно вроде бы в такой постановке мы должны думать вот есть у нас есть две операции то у этой должно быть должен быть таймстэмп больше чем у этой вот смысл это так если мы говорим про логические часы и мы должны думать про вот две эти операции раза но с физическими часами с физическими временными метками мы можем думать об этом проще то есть мы можем не думать про две операции чтобы гарантировать вот такое вот свойство нам достаточно гарантировать следующее что если у нас есть запись то наша задача выбрать временную метку для этой записи просто внутри интервала этой записи мы не знаем когда операция началась этим вообще не мы управляем но конечно мы проблем когда она закончится и вот если мы выберем свою временную метку физическую в интервале этой операции самой этой операции то очевидно мы получим такую монотонность так что используя true time для выбора монотонных меток мы можем не думать про разные операции мы можем только про себя соображение понятно ну вот а дальше как это сделать но у нас есть true time если вы решили задать что вы знаете что делать если вы не решили задачу то если у вас какие-то гипотезы как выбрать временную метку вот вы вызвали на вот у вас операция началась момент времени давайте так вот здесь напишем операция момент времени t1 началась и вот здесь вы спросили т сервиса true time спросили на ул и вот получили какой-то интервал можно его нарисовать можно ли в качестве да и нам теперь нужно выбрать временную метку ну предлагается как-то выбрать наверное из этого интервала значит зачем мы этот нау позвали вот можно ли в качестве временной метки выбрать левую границу интервала но кажется что даже по рисунку нельзя потому что она оказалась слева от t1 а на t1 мы не влияем вот так что левая граница интервала не годится совсем не чувствуешь задачи ты один то мы не знаем откуда мы его знаем у нас есть свои неточные часы если у нас были точными быть это тайм не использовали сейчас я про другое сейчас говорю во первых нет во вторых середина тоже тоже не годится ну по рисунку годится но если отрезок сильно смещен влево то и середина может оказаться за границами интервала меньше т1 вот в интервале от е до l есть только одна точка которая гарантированно попадает в интервал операции то есть мы знаем что во-первых время вызова трутаем не меньше чем т1 неизвестная нам и мы знаем что видимо трутаем принадлежит вот этот неизвестный это тоже принадлежит этому отрезку а это означает что l не меньше чем трутаем время трутаем но он нам дает какой-то интервал сейчас мы не говорим как трутаем устроена сейчас это неважно мы пользуемся просто гарантией что время вызова трутаем а при он держит этому интервалу но если ты хочешь может считать что у нас вызов трутаем а это сам некоторый отрезок и вот он пересекается с отрезком от е до l но это все усложняет немножко неравенство но не добавляет ничего содержательного поэтому я считаю что мгновенно работает вот но если что мгновенно работает то мы знаем что правая граница не меньше чем ттт потому по гарантиям трутаем а и мы знаем что это время то то ему не меньше время вызова трутаем на у не меньше чем т1 так что вот l1 не точно не меньше чем т1 и вот это единственно разумный кандидат на выбор таймстэмпа вот мы взяли это но с ним вторая беда беда в том что но это или может быть далеко в будущем в прошлом она быть уже не может в будущем она может быть но и нам нужно как-то убедиться что то есть мы не управляем левой границы интервала правой границей мы управляем это наше решение когда операцию завершить так что мы можем подождать пока и точно не наступит вот спанри это называется правило комитвейт если вы пробовали читать статью про спаннер то вот комитвейт потому что мы ждем вместо того чтобы общаться выбирать временную метку мы ждем пока она не наступит когда ждать этого вот попытка первое это написать slip от рейда и минус я что так нет ну а если бы нам было известно задача была решена уже сразу как плохо что задача не решаешь это вот нам мы не знаем у нас вот есть только диапазон такой вот мы взяли и хотим его дождаться но вот так делать можно но этого недостаточно потому что вы не знаете а вдруг ваши часы торопятся и вы проспите меньше чем и минус я ну то есть часы торопятся в симуляции поэтому проспите меньше поэтому нужно как-то убедиться что вот как проверить вообще что я и наступила на вопрос какой-то или просто проводишь рукой хорошо как убедиться что или наступила но у нас снова есть true time для этого вот и спросим еще раз true time если он скажет что что как понятие ступила по его ответу если я больше если там новые больше нашего если вот спросили true time вот я штрих больше чем рель значит все и наступила но в туртайме спустим этот который называется автор и он не возвращает фьючу что немного не согласованно и самому этому true не хватает ядок возвращать фьючу но тогда смысл задачи пропадает если вы добавить ну вот вы спите это лучшее что вы можете сделать и проверяете верно ли что ваша временная метка оказалась в прошлом если оказалось то вы добились вот этот свой дальше можно но после этого можно видимо операцию завершать вообще этот разговор задумывался для тех которые решили задачи вот ты не помнишь так ну вот true time принимает временную метку просто смысле временную метку какую точку во времена времена есть и говорит она в прошлом или в будущем как вызывает true time сравнивая эту точку с левой границы интервала если делая граница контролла больше ну то есть это просто вот это просто shortcut такой для вот этой проверки ты можешь сам написать и можешь автор позвать да 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 ну конечно может так проблем это она да здесь стоят логических ряд труда ему ничего не зависит проблема одна и та же ты должен гарантировать что временные метки получились уникальными она просто помогает узнать верно лишь . . времени наступила и все в смысле автор просто же зовет нау сравнивает аргумент с этой границей тебе помогает узнать время наступну наступила . или нет не слип конечно true time помогает нас узнать возвращая тебе новый и да не так он сейчас не было никакого утверждения что делать что-то сложнее там же строчка много бы функции реализован в одну строчку который вызывает наук раз но мы его не можем знать естественно откуда мы можем знать но мне кажется что разумного так делать этого точно достаточно что ну тут уже можно разные в листике придумать в текущей симуляции тебе без разницы потому что там все настолько вывернуто что там все равно полный фарш получается я вот сейчас доделал задачу текущую и там немножко смотри что-то дорабатываю я надеюсь доделаю бенчмарки чтобы можно было запно как бы запустить симуляцию с нормальными таймами таймингами из разумным true таймом чтобы там это работало быстрее в смысле чтобы можно было увидеть что работает быстрее да но там была проблема в том что ты написал цикл скифоруме а времени идет все равно и вот но если ты напоролся ты об этом знаешь если не напоролся то сюда не молчи но ты упоролся никому не сказал об этом вот а дорогу а человека шада сказал и я могу исправил через пять минут ну нет сейчас я кстати не понимаю это такой вопрос который всегда себе задавать какова семантика slip 0 скажем вот может быть по-разному для техники написано то может быть и там давай равен нулю то просто выйти а может быть приключение сделал ну в общем это конечно не фича то есть в симуляторе время идет только тут когда ты блокируешься в частности на фьючей из-за там тайм-сервиса так что если ты блокируешь но если ты вызываешь slip for чего-то не отрицательного положительного то ты то время должно идти если время не идет то у тебя просто симуляция зацикливается и время может медленно идти но если он совсем не идет а вот это плохо что симуляция не завершается ладно да но смотри тебе google говорит что у них здесь в восемь лет назад было не больше там шести миллисекунд вот это l минус я вот а сейчас они там научились синхронизировать но у них статья была google sunday в прошлом году о том что они научились синхронизировать часы там с точностью до каких-то нужно наносекунд что-то выглядит вообще безумие какое-то вот как бы раунд-трип через атлантику например он занимает десятки миллисекунд то есть ты ускоряешься там на порядок минимум в этом и смысл что не быстрее чем логические часы у тебя есть реплика там в африке есть в антарктиде и вот как бы есть где-то в гринландии но и просто между ними долго проводом сообщением лететь а ты можешь в этих трех точках далеко друг от друга там все нет dc но если представить их там то эти три три машины в трех dc могут выбрать себе монотонные временные метки не коммуницируя друг с другом просто поспав там несколько миллисекунд или может быть меньше уже 1 милис что но нет этого ограничения нет но это как бы чем меньше этот интервал тем лучше и как бы смысл в том чтобы гарантировать что настоящее время там лежит гарантировать это конечно невозможно не знаю google что под этими словами имеет ввиду ну а как бы они зажим но они делают настолько широким чтобы настолько узким где они еще могут давать какую-то разумную гарантию где не сами верят что там то время действительно лежит вот они кажется верят в это очень сильный и могут его очень сильно этот интервал ужать смысл глобально только в том но это имеется смысл только в том когда у тебя ширина этого интервала меньше чем скорость передачи сообщения по сети если они становятся сопоставимым то в этом в этом всем теряется смысл то есть если у тебя машины в одном дце находятся то в этом смысла никакого вообще нет потому что там тайминги и так уже меньше миллисекунды то есть посетить сходить быстро так вот как теперь выглядит алгоритм мы вызываем на у получаем правую границу а потом спим да а потом пишем на кворум делал ли кто-нибудь не так но потому что это не эффективный способ можно параллельно спать вот следующий шаг который нужно было сделать в самом деле вы выбираете временную метку чтобы писать на кворум под ней и вот интуитивно вы делаете так выбирать временную метку ждете пока на прошлом потом пишите на ней пишите под ней вот никто не мешает делать это параллельно вот вы выбрали временную метку и сразу под ней пишите да нет смысле вот мы выбрали вызвали нау мы знаем что времена метка но она правда еще в будущем может быть она это или еще не наступила но мы могли бы дожидаться параллельно с тем чтобы собирать кворум потому что смотрите ну конечно мы должны завершить операцию аккуратно то есть мы должны завершить ее когда и или окажется в прошлом и когда кворум соберется для записи ну то есть мы выбираем максимум из двух фактически ждем правильно в коде вы не ждете параллельно в смысле собирайте кворум потом вы дожидаетесь пока еще или пройдет в другом порядке но по смыслу это параллельно и вот этого достаточно потому что если но две записи будут упорядочены а что с записью и чтением вот у вас есть запись вот у вас есть чтение и но чтение она смотрит на кворум но у вас здесь кворум собрался и учтение собирался кворум и снова пересеклось ну то есть здесь у нас работает ожидание для монотонности а здесь работают кворумы для монотонности но как бы вы дождались и того и другого поэтому у вас все хорошо есть один нюанс там но как бы на него наступить интересно самому это неправильно так делать если вы так сделаете то вас работать не будет несмотря на то что я вроде бы объяснил что должно вот может но можно написать и попробовать посмотреть что получится я уж не буду все секреты раскрывать но кажется что spanner он и и кворум собирает и выбирает временную метку параллельно потому что вот есть можно еще сэкономить а почему бы еще и не сэкономить ну что мы освоили это вот по поводу для того что не рассказал что чтобы делать с почему не работать не будет работать все остальное понятно а так это я предлагаю тебе самому увидеть но они смысле будет падать нарушение будут падать симуляции с нарушением реализуемости должны а вот на лекции у себя были шутки как-то более местные нужно выбрать нужно взять трутаем нужно выбрать правую границу в качестве временной метки и нужно написать решение где ты ждешь параллельно то есть ты начинаешь писать на кворум и вместе с этим то есть не дожидаясь пока времена метка уже в прошлом ты сразу начинаешь писать на кворум а потом дожидаешься что еще времена метка оказалась прошлым то есть ты параллельно и ждешь что она кажется в прошлом и пишет на корм и вот в этом решении что-то будет не работать хотя вроде бы рассуждение ну звучит разумно довольно давай ты что-нибудь напишешь и сам увидишь должен же ты чему-то научиться ладно значит это у той вторая часть задачи которая мне кажется любопытной полезной состоит в том чтобы оптимизировать оптимизировать код реплики которая хранит собственно данные на диске ну наверное вы заметили что я из кода решения относительно примера фреймворка удалил mutex чтобы было интереснее немножко может быть вы это заметили а может быть вы поняли что у вас просто без него не работает вот вам нужно вы приходите в хранилище вы координатор приходите в хранилище с операцией там апдейта значения у вас есть ключ значение временная метка и вы хотите атомарно проверить что если вы текущая временная метка не меньше чем меньше чем ваша сейчас если временная метка ключа на данном узле меньше чем ваша метка то значение перезаписать если вы просто напишите чтение проверка запись то но вы получите не атомарную операцию про это был весь весенний семестр отработать не будет поэтому вы берете mutex ну и получать что-то дикое на самом деле потому что мы представьте вот вы пишите про вышедшую систему и у вас там как бы она обрабатывает кучу записей вы приходите добери один минут x и все в него упирается хотя бы сама база данных она как бы сама по себе реализуемая атомарно и там греха конкурентность есть она могла бы работать но можно было бы mutex rv mutex заменить которого выйти нет стоило бы его написать но это наверное не сильно вас равно обрадовала потому что все равно один mutex но если вы хоть о чем-то подумали то наверное можно было бы просто шардировать его ну то есть у вас есть разные ключи вы берете там массива 128 mutex и считаете хэшт ключа и берете там какой-то свой но лучше чем ничего чем один mutex но в целом ситуация странная потому что вы навешиваете эту блокировку и у вас получается что все записи происходят последовательно можно как-то пытаться это оптимизировать и давайте мы сначала посмотрим на экран немножко а потом вернемся на доску что я предлагаю предлагается немного доработать интерфейс базы вот никакого кастом не будет потому что интерфейс базы но он не произвольно не то чтобы я его выбираю я его в смысле и убираю я но исходя из того как это можно как интерфейс можно реализовать в промышленной системе я говорю что мы в качестве бы такой дефолтной реализации этого интерфейса базы данных предполагаем level db это lsm написанный google помимо мотивом своей системы big table которая поверх gfs работала ну и смотрим на то что она умеет она умеет пут и гетто дерит и она умеет атомарно сделать несколько мутаций вы можете их сложить в такой write-батч и вот атомарно его применить еще у вас есть замечание как бы нас она не касается по умолчанию все эти пут и дырит они синхрон асинхронные но для наших целей асинхронность не подходит поэтому у нас все по умолчанию просто синхронные ну а кроме того еще есть итераторы и снапшоты ну с итераторами я бы так сказал как бы глупо итерироваться в смысле опасно итерироваться по словарю который вы меняете непонятно что вы получите поэтому есть снапшоты вы можете взять и снапшоты снимок состояния то есть вы фиксируете текущее состояние всего вашего хранилища там лежит 100 гигабайт ключ и значений вы берете его фиксируете это состояние а дальше по нему можете итерироваться но итерироваться и можете делать вот сик то есть прыгнуть в нужное место к нужному ключу сразу вот предлагается этой такой интерфейс использовать у нас то есть сделать функцию make snapshot которая строит вам снапшот а у снапшота можно читать или строить по нему итератора дальше с помощью этих итераторов и разбираться по снапшоту при этом рассчитывая что этот снапшот не может меняться даже если с базы данных после этого работают какие-то другие путы и геты и путы и дриты то есть состояние базы может меняться снапшот ваш он остается в неизменном состоянии ну и тут два вопроса первый вопрос как этим воспользоваться чтобы сделать реализацию без минут окса а второй вопрос как эта функция мэйк снапшот работает потому что она кажется берет снапшот там 100 габайт данных и может быть не совсем понятно как это могло бы быть устроено я бы предложил первый вопрос на первый вопрос ответить самим нам написав код второй вопрос я собираюсь объяснить но как бы он касается и смысле он из первым тоже помогает вам но и это полезно само по себе итак мы хотим разобраться как в лсм можно сделать снапшоты насколько вообще-то дорогая операция потому что но я вам буквально предлагаю на на каждый запрос создавать по снапшоту вот это не выглядит как чего-то очень дешевое потому что как бы за снапшоте 100 гигабайт данных непонятно как можно было бы эффективно но тем не менее мы собираемся это сделать ну на каждую нашу операцию которую мы выполняем с нашей системой мы хотим строить но на какие-то операции мы хотим строить снапшоты итак давайте быстро вспомним как работал level дебе это был lsm мы сказали что в нем есть операция put по ключу записать значение есть операция delete удаление ключа есть операция get поиск по ключу но есть еще вот эти итерации снапшот мы сначала решили такую задачу сказали что пусть у нас есть пусть у нас набор данных иммутабельный пусть у нас есть кеты которые должны выполняться быстро ну и мы должны хранить данные надежно на диске вот эту задачу мы решили с помощью ss тейбла сортированный сортированного файла мы побери его на блоке запомнили для каждого ключа для каждого блока его граничные ключи и и построили разреженный индекс память но в памяти разумеется который по вот этому первому ключу ставить соответствие offset файли и когда мы быстро должны были что-то найти в этом сортированном файле мы искали блок подходящий его читали и в нем находили уже или не находили нужный ключ дальше мы сказали что давайте все-таки нас данные будут мутабельные мы хотим делать много путов и хотим по-прежнему durability но при этом нас совсем не беспокоит время за время гетто тогда нужно организовать данные по-другому нужно сделать append-only-log приходит новый пут и мы его помещаем просто в конец лога делаем append файл вот но когда мы делаем get мы этот лог сканируем сначала и просто ищем последний путь в этом логе для данного ключа это неэффективно поэтому мы говорим что давайте это ускорим сделав meant table то есть контейнер в оперативной памяти который просто дублирует содержимое лога когда мы кладем что-то влог мы сначала кладем запись в когда мы кладем что-то волосы мы кладем это влог а а после этого кладем в нем тейбл получается вот такая вот конструкция диск рам на диске лежит лог все путы попадают в него а после этого попадают в нем тейбл когда мы что-то ищем то мы идем конечно сразу мем тейбл ну и все бы это работало если бы мем тейбл если память была бесконечной но мем тейбл заполняется и мы воспользуемся вот первым представлением данных мы сбрасываем мем тейбл на диск в виде этого сортированного файла ss-table ну и после этого можем дропнуть весь лог ну потом у нас лог снова заполняет память мы дампим его еще раз а потом сливаем вот эти маленькие мем тейбл в ss-table побольше у нас получается такой каскад этих ss-table ну и мы ищем сначала в нем тейбл а потом если не нашлось то вы где-то здесь вот такая была конструкция вот а теперь мы хотим да вот put и get понятно делать delete тоже понятно мы говорили что это put просто с некоторым специальным ключом tombstone который говорит что запись удалена мы не можем ничего удалить потому что у нас много данных в умытабельном состоянии мы не можем из сортированного файла ничего из середины стереть так что мы просто делаем новую запись которая пропихивается через весь этот каскад и там за собой все стирает а теперь мы хотим к этой конструкции добавить snapshot мы хотим захватить состояние структуры данных в какой-то момент времени и это выглядит довольно дорогой операцией но дорогой если не думать а если подумать то мы сразу увидим что задача то она фактически уже решена потому что ну snapshot это некоторое иммутабельное состояние текущее а у нас в lsm и так большинство данных хранится в иммутабельном состоянии в виде ss-table это нам очень подходит для snapshot делать даже ничего не нужно но есть вот этот мемтейбл и вот он часто меняется как за снапшот с мемтейбл ну не то чтобы мы хотели бы взять его скопировать в память потому что память у вас может быть много память у вас может быть очень много оперативной и вы там не будете копировать десятки сотни гигабайт мы хотим операцию snapshot которая очень дешево поэтому что мы сделаем ну может кто-то знает или кто-то понимает что нужно делать ну вот тут какие-то номера берутся не совсем понятно как использовать но вот предлагаете делать следующее давайте мы все путы пронумеруем вот каждый пут в мемтейбл ну и вообще в это хранилище он будет получать некоторый последовательный номер у нас система как бы на одной машине живет сделать так несложно у нас будет sequence number вот для всего lsm есть вот некоторый текущий sequence number когда мы делаем put какой-то мы берем вылечим его скажем на единицу и наш put он с этим нам с текущим значением ассоциирован если мы делаем сразу там серию апдейтов то там должен это можно учесть и внутри мемтейбл ну да он вроде бы хранит пару ключ значения но под капотом он хранит не совсем те же самые ключи значения но значение он те же хранит а ключи у него другие когда мы делаем put вот ключа k по значению v то мы трансформируем его в такой вот волнистый put где в качестве ключа будет пара ключ и текущий sequence number и вот этот мемтейбл будет упорядочен по вот такому составному ключу как это нам помогает задача уже решена в общем то в таком подходе взять snapshot всего хранилища это значит просто прочесть текущий sequence number вот просто snapshot это чтение sequence number фиксируем его запомнили все как сделать чтение вот мы приходим и собираемся читать по ключу как нам быть сейчас ну во первых в level db и операция чтения получает параметры и там указан либо snapshot либо как бы использовать текущий snapshot ну то есть операция чтения она всегда с некоторым sequence number либо из snapshot который мы запомнили раньше либо мы просто выбираем текущую версию то есть у нас всегда это некоторый get с волной от ключа k и некоторого значения s ну вот читаем все в смысле 100 гигабайт из памяти оперативной в смысле 100 гигабайт из памяти оперативной 100 гигабайт ключей читаем или что так а не факт что он такой есть в базе но у нас этот s апдейтится на каждый put мы может быть сделали 100 put с какими-то другими ключами а теперь мы ищем с тем же ключом ну в смысле ну вот да мы пользуемся тем что у нас контейнер упорядочен и упорядочен по вот этой паре ks и когда мы ищем по ключу k что-то в текущем снапшоте с секунд с номером s мы просто в мен тейбле ищем ключ максимальный ключ который меньше чем наш ks ну то есть с префиксом ну ключ у которого первая компонента k а вторая компонента максимальная не больше чем s и вот мы теперь да и разумеется так можно и итерироваться по снапшоту то есть у нас мен тейбл меняются там появляются новые те же самые ключи с большими sequence number но со старыми остаются и мы можем при итерации просто их скипать ну то есть сам контейнер он не умеет скипать он умеет просто проходить по всему что есть но вы в итераторе просто смотрите почему вы идете если вы видите большой sequence number то вы пропускаете и даете пользователю если маленький sequence number не больше чем ваш номер снапшота то вы вы даете пользователю запись а со стейблами еще проще потому что там просто все эмотабель ну и то же самое и того взятие снапшота это супер дешевая операция это просто взятие мы запоминаем секунд стандарт ну под капотом leveldb хранит так да это внутреннее представление ты нигде к этому всему ты с этим напрямую нигде не работаешь то есть у тебя есть просто put get the read в api и ты про вот эти sequence number ничего не знаешь leveldb сам все это нумерует ты не можешь подставить какое-то свое значение да нет конечно но не думаю что спустя у тебя же ключи маленькие они у тебя ключи ждем упала она могла ехать мисс но нет а а что нет смысле мерзит мерзит то мы можем но аккуратно нужно знать какие снапшоты в хранилище есть вот давайте я код leveldb немножко покажу чтобы мы видели что я вам нигде не наврал ну вот когда мы что-то читаем то смотрите мы берем read options и если в общемах есть снапшот то мы вообще что такое снапшот давайте посмотрим сначала снапшот это структурка которая но есть интерфейс снапшот у которого кажется leveldb есть интерфейсная часть и сейчас верно сюда вот есть интерфейс снапшот в котором ничего нет ну то есть пользователь с ним напрямую не работает он может его только получить вызвав соответствующую функцию ну и может его потом может сказать что он больше не нужен но этот снапшот он для пользователя непрозрачным его можно передать в get и тогда в get он скастится к снапшот импл а в снапшот импл у нас лежит этот самый секунс номер то есть вот снапшот это когда вы делаете снапшот вы буквально получаете один секунс номер вот так что эта операция очень дешевая и можно звать ее но сколько годно часто можно хоть там на каждую маленькую на каждое маленькое чтение делать то есть можно каждое там чтение или каждую короче каждую операцию на уровне вашей системы ее выполнять над каким-то снапшотом строить его заново потому что это не требует никакого чтения там сканирования данных вообще это всего лишь запоминали одного числа ну и когда вы говорите например когда вы говорите райт то вы секунс номер глобальный обновляете вот вы где-то его читаете здесь а потом пишите новый когда вы читаете данные то вы берете этот секунс набор либо из снапшота либо если вы снапшот не передали то выберете просто текущий последний ну а дальше вы читаете что-то из мем тейбла и для того чтобы искать уже в нем тейбле вы строите вот такой вот лукапки где у вас есть ключ пользователя и снапшот даже секунс набор уже не снапшот и этот ключ он сейчас сбился он кажется определен здесь вот пользовательский ключ секунс набор и из него составляется внутренний ключ который ну вот вот описание формат и вот по нему внутри логически все сортируется да в общем то это идея то она лежит на поверхности на самом деле хоть немного подумать потому что вы строите снапшоты означает что у вас есть старая версия данных одновременно и новая есть которые вы обновляете поэтому это не могут быть одни и те же данные вы должны как-то и дублировать но делать это прямо в момент взятия снапшота вы это нельзя потому что бесконечно дорого так что вы должны так эту работу как-то амортизировать но вот вы так или делаете вы строите мультиверсионное хранилище вот правда в этом хранилище все эти версии от вас скрыты а у вас задача сделать хранилище где у вас версии собственной снаружи и вы ими сами управляете ну собственно в этом оставшиеся часть домашки и состоит как поверх такого интерфейса с итераторами и ключами сделать свое хранилище с версиями вот то что вы придумаете в нем и можете написать в этом mutex и не будет в этом решении но в то же время там возникнет другая задача это все слишком абстрактно потому что мы еще не придумали ну вот давайте вы это сделаете а чтобы вам было интересно его могу что-нибудь за это пообещать нет на уважение само собой за такое но уважение в карман не положишь балла тоже не положишь карман но все-таки приятнее чем у просто уважение так что тут можно можно поторговаться немножко но мне очень хочется чтобы кто-то попробовал потому что все остальное вроде бы этой задачи мы понимаем как делать а здесь ну такая деталь которая нам да почему мне это еще важно потому что в будущем это понадобится у нас будут транзакции а там все это будет необходимо так что если мы сейчас сделаем то в будущем это нам упростит добавит понимание в соответствующей теме ну и просто ты по стрелке улюхранилище где-то минуток сберешь глобально ну чё сделаю ты не должен быть удовлетворен этим ну во первых она берет нитокс и только на запись во вторых она может бачить работу точнее предполагается что в нее над ней батченко выполняют так что нет конечно не берет она минуток с 1 она берет но аккуратно ну или там может быть использована идея flat компании когда ты берешь один мьютокс и под ним делаешь сразу много работы опять же очень может быть разумно ну и понимаешь же тут мьютокс на запись это одно ты берешь мьютокс не на запись ты берешь мьютокс на чтение плюс запись у тебя больше скоб получается там уже меньше оптимизации доступна тебе так что ты делаешь хуже ты баченко вообще исключаешь из своего решения так что мьютокс мьютокс у рози вот тут правильный мьютокс кого надо мьютокс а вот сверху он уже не такой хороший ну что прошло три часа до с момента старта пары 4 минуты осталось вот если у вас нет вопросов то мы можем на этом сегодня остановиться